Когда началась война, мне как раз полнилось 14 лет. Вот, в феврале. 14 лет. Я окончил семилетку и пришел домой, был вечерцем устроен. Завтра пошел к пассе лошадей, очередь. А Бартенек был в отпуску. Летчик военный приближал ко мне и говорит, что война началась. Я разбегу на час. Ну, побежал. А ты выполни мою просьбу. Он попросил, я что-то сделал. На завтра телефонный звонок у сельсовета, мол, явиться в школу за аттестатами и за метриками. Ну, пошли, получили это. А у нас в деревне в семи классах было, наверное, человек 7. Пошли, получили и шли домой, смотрим. Уже самолеты летят. И там же в школе сказали, что, значит, небес напал, значит, школу, значит, выбрали там комсомольцев. Пошли в студенку на памятник. Вот. Те наполеоновские похоронены и русские. Вот. Прошли домой. Прошли домой. Обыкновенная жизнь. На завтра, я не помню, если завтра. А я с Федейпас смотрим. Туда, в сторону Бегобля. Бой, самолеты. Самолеты летают. И бой. И один упал. А под вечер, вечером, проехала легковая машина. Среди деревни пошла туда, на полик. И грузовая. Грузовая на плотине поскользнулась и упала. А потом пошла техника. Вот. Повозки, орудия, машины. Вот. Всю ночь шла техника. И все, на полик. А на полик пришли. Переправы же нету там. Когда-то строил царский понтонный батальон. Он до полика догнал дорогу. А там уже болото, лес. И все-то осталось. Прошла техника. Оставили оружие. Все оставили. Мы, пацаны, собирали оружие. Они закапывали. Ну, кое-что наверху. Я спрятал две винтовки. И, дядя, ящиков патронов спрятал. А другие хлопцы тоже не терялись. Они лежали. И потом, самое... Это учила наша часть. Раненых оставили в конторе. И оставили медсестер их охранять. Ну, лечить, вернее. Вот. Я не знаю, сколько там их было. Раненых. Но потом, впоследствии, они, так сказать, вылечились. И пошли в лес. И мы не знали, что. А мы, пацаны, даже самое, сельской местности, сельской работой занимались. Что? А в основном, пасть бы скота. Коров, лошадей, овец. Уехала часть нашего все. Вот. Раненых, которые... Тем более, моя сестра, медсестрой была, она их и лечила. Вот. Которые подлечились, она их выписали. А тяжело раненых приехали из Землина. Забрали. Демцы забрали. Вот. И вдруг, значит, самое... Под вечер проезжает легковая машина, значит, такая наша, будем... Э-мочкой, наверное. Вот. Тихонько, мотор даже не слышал, что работает. Приехали, приехал сам этот Землинский. Уже там же поставили этого коменданта. Кабаков был такой. В советское время работал начальником Райпотребсоюза. И немец. И даже два их. А, и еще Эгов. Учители. Постояли, поглядели. Партизаны, рычеешься. Какие партизаны? Только ушли, армия ушла. Постояли, поговорили и поехали. Поехали. Тогда, со временем, в скорости, значит, раз в тем-то едут на велосипедах со стороны Пудича. И деревня окружили. И пошли, значит, грабить. По хатам. По хатам. И собирали, забирали то, что им нравилось. Убрали, все. Уехали. Но завтра приехали опять. Оказывается, приехала... Как это называется? Трофейная команда. Увидели. Походили, увидели. Техники много лежит. Особенно машин, орудий. Пушек. Приехала трофейная команда. И стояла, остановилась. И неделю вытягивали эту технику. Людей не трогали. Диаграма. Не трогали людей. Вот. Собрали, что смогли. Вывезли. Военные мучица, что нашли. Так большинство подзакапано было в земле. Потом партизаны выкопали. Вот. И уехали. Полицию поставили. Уже организовали. Ну, на полиции у нас в деревне было два еврея. Забрали их. Узебни завезли. Вот. Там их расстреляли. И все. Полиция командовается. Деревня Селец. На берегу Поляка. Вот Баруляны, Корсаковичи слышали? Нет. Вот. Корсакович сельсовет. Вот. Корсаковичи, Лесино, Баруляны, Селец. И одеро по веку. Немцы самое. Забрали человек 100 из заботчика. Все меня пригнали в церковь. И там их и расстреляли много. Около 100 человек. И пустили блокаду немцы. Уже пришли к нам в деревню. Дорога изучила. Вот. У Лесино расстреляли 20 мужиков. Самых молодых. От 20 до 40 лет. Вот. Там там сейчас памятник стоит. В погреб загнали. Такой клеп был. Разрушили. Камельный. Загнали и расстреляли. И пришли в нашу деревню. Партизаны. Мы не партизаны. Я видел. Что вы лезете с партизанами? Ну. Все равно поставили пушкой наверху. На Трегопулксе. И по лесу били. Утром. Нас не трогали. Утром перенаживали. Мы лошадей пасли. Хлопцы. Пробегают нам. Гоните лошадей домой. Немцы нас выгоняют. Полить будут. Выгнали деревню. Забирайте с самого шоу и ось. И погнали в землю. А деревню спалили. Подержали ее. Даже недели две. Наверное. А мы в земле не были. Нас, уверенно, не трогали. Никого не расстреляли. Потом, говорит, самое... Вот когда пошел немец на Сталинград в это время, немцы едут, балкаду снивают. Едут на машинах. Флаги поразвешивали свои, красно-черные. А вы, говорит, идите домой. Убирайте хлеб, сдавайте немцам. А мы же говорим, фигу, а не хлеб. Так ничего они немцам не дали. Прошли домой. Деревня спалина. Рыли землянки. Вот. Строили, надо же жить где-то. Бомбили, как на фронте. И бросали не только что самые простые бомбы, а эти самые кассеты. Они были на фронте запрещены. А немец бросал на партизан. Вот такая самая, ну как корыто сказать. И там 250 этих бомбочек. Я даже наблюдал, лежал на спине и наблюдал. Вот летит самолет. Бросает, выстрел раскрывается. И отсюда посыпали гором. Это уже опасность для людей. Ну, или отсюда, когда было, немножко и так поражало. А мирные силы, вот они вот бомбили. Сидели в землянках. Вот летом. А потом, когда уже, а потом, после этих бомбежек, пошли, самое, немцы приехали, отряд. И тоже, так, встали там на горке, где пушки, на трагопулке. И били по лесу. Вот. В лес не лезли. По лесу били. Из этих самых, из шассествольных минометов. Женщины боялись летить снаряд и светиться. Огнем. Вот. Летить самолеты. Я там, а, корову выгнал, пасту выехать, корову. Ходить по берегу. А там самый лежал. Самолет летит. Я так поднялся, смотрю. Бах, бросил бомбы. И там, недалеко от шалаша, вот, она вот такого. Вот. Упала бомба, а вышел парень, он со мной кончал семилетку вместе, знакомый. Как раз вышел, стоял, и от осколка вот чик, и череп снесло полностью. Я, значит, упал, лежу, значит, самолет полетел, так что я обстрел. Поднялся, бах, снаряд упал. В военном, ну, при партизанском госпитале. Она за меня тут перевязала, туда, в госпиталь. Там сделали перевязку, шили, где надо, что можно было. Обвинтали. Вот, и я ходил обвязанный. 44-й год. Во-первых, сразу звезды давали нас бомбить. Вот. Бомбили. Вот, все мы убежали в лес. Вот один случай. Прошли самолеты, по три самолета летали. С Борисова, сейчас, с аэродрома. Пробомбили, где попало, где не попало. А мы с батьком нашли. Дети пошли, и мать, и пошли в лес, а мы с батьком дома. И вдруг налетают эти самые юнкерсы немецкие, шурмовики. Я смотрю, они сами летят, и вдруг бросают бомбы. Я говорю, папа бегом в лес, а лес у нас рядом. Папа в одну сторону, я в другую к речке. Посмотрю, лететь бомба, я перепрыгнул на речку, и там такое место, низкое, кочки, на кочках кусты. Между кочками упал, и бомба упала, по той стороне речки, и меня подкинуло. А на папу осколок, прямо так вот, на, ну, не пальто, полупальто такое, осколок упал. А меня так, я подкинуло, и отпустило. Ну, пролетели, даже самое, черт с вами. А вернулись домой, у нас, верно, бомба упала, вот, фугасная, но ничего не запалило. Землянка, что в земле, вот. и, наверное, через неделю, наверное, и позже, это уже в июне месяце, опять блокада, немцы идут. И пошли в немцы, и пошли, вот, загнали партизаны, нас бы все, опять же, в лес, камбрыг всех местных партизан, семейных, в, в семейный лагерь, загнал, вот, сказал, будьте при семьях, не будьте голодны, запасы мужики делают. Ну, мы будем жить, живем в этом самом, в семейном лагере, там много, много семей было, семей было. И вдруг, да, бомбили, освещались, сбросили листовки, ноги, сдавайтесь, ну, партизаны все не успели перейти на левый верх березины, все остались здесь. Ну, лопатил, водил, боевых, а эти самые повара, цикара, портнея, сапожники, все остались в семейном лагере. Вот, все длины, что-то тихо, не стреляют. Партизан говорит на меня, Толик, еще где-то, Мишка, скажите в розетку, что-то немец заболчал, не стреляют. Выходим, выходим на просеку, смотрим, группа партизан сидит, на большинство женщины. что-то немец делая, что-то я заболчал. Ни пушки не стреляют, ни самолеты не летают, ни бомбят, ни даже с пулемета не стреляют. Пошел цепью, квартал забрал и гонит цепью. Говорит, идите, поменьше троп, прячься, где кто может. Ну, мы так и сказали, и все порасходились, кто куда. И я с братедников, знаете, вот, пошел. Идем на жизнь, вдруг, да, говорил, с собой были сухие полки, пайки, каждому были, да, где-то, вот. Говорит, давай спрятим сухие полки, что-то будет, все, попозьем, вернем, все возьмем. Спрятали, и вдруг команда огонь, мы тут сразу, а тут как раз две березы растет, и мы так, вот эти березы упали, вот, постреляли, немцы, вдруг перестали, смотрю, партизаны отступают, и, может, бортедник, я же побежал, опять огонь, я опять завалился, там, где бортедник лежал, пуля, слышит, чш, если был, лежал, был он на том свете, опять же, перестреляли, перестали, я побежал, один остался, бегу, над дорогой, ну, по лесу, встречаю своих двух, сестер двоюродных, не родных, двоюродных, вот, Аню и Лиду, и отца Кроссова, я говорю, пойдем, немец идет, цепью, убегаем, вот, говорю, добрый, я говорю, отец Кроссова, пойдем, отец с нами, ну, по-белорусски, я говорю, не отец, а татулька, по-белорусски, так, если вы, белорусская, помните? конечно, татулька, вот, он говорит, ай, не пойду никуда, я уже старый, самый, еще, царский солдат, вот, убьют, так убьют, а нет, так живой осаду, ну, мы побежали, а меня, притязаны, отдали, ну, одежда же попали, и все, одеть надо, бошка, немецкий китель, я одел, у меня была одета, с кростом, знаете, с орлом, вот, одета, вот, бежим с ней, с ними, и вдруг, смотрю, немец поднимается, как раз, на просеке немец, я хотел, в просеку пересечь, вот, и перейти на, вот, немец поднимается, да, я не понял, что, что-то самое, партизан, или житель, я говорю, девки, немец, и сразу, рванул управа, он очередь дал, я крикнул, как он, на мой звук, очередь дал, а мы пошли, побежали опять, навстречу немцам, где деваться, куда не сунешься, и где, так самое, у кочки справа, этот человек, ну, на наше завершастие, попалась, именно, такая большая лужа, не меньше, чем эта, хата наша, и там, значит, два куста растет, лозы, и посредине, так, лежит, брыно, оброшу, оком, даже, когда-то дерево упало, загнило вверх, а это осталось, и я, так, стою, куршусь, куда, где-то, бундир я скидал, значит, оком, там, сверху, прокрыл, и стою, думаю, она, сестра спрашивает, Толик, ты спрятался? Я говорю, да некуда же, некуда прятаться, все занято, они у тебя, говорит, Аня, ходи ко мне, у меня глубоко, а ты пусти, значит, на твое место, Толика. Ну, Аня вылезла, пошла к ней, шусь-то-то, вот, под, эту, подкус, в воду, они все спрятались, до самой шеи, а я лег, верно, не спрятались, грудь у меня так была, голая, открытая, но я грязи натаскал, так вот до сих пор доложил, грязи, голову на куст положил, ветку согнул на лицо, лежу, тихо, немцы все сзади там лают, стреляют, и вдруг слышу, кричите, с левой стороны, как я лежал, вставай, вставай, вижу, вижу, так по-русски, а с правой стороны, кричит немец, ганском, вот, зовет, ганском, пойдем, и там собака лает, а у него, это, который кричал, вставай, вижу, вижу, собаки не было, он покричал несколько раз, смотрю, этот немец сходит, и пошел, уже смотрю, даже сзади впереди стреляют, ракеты летают впереди, и там собаки лают, мы вылезли, мокрые, еще даже соседняя деревня, два брата, вот, вылезло, вот, там спят человек, вот, одессе, одессе меня неизвестно, вылезли, одежу сядь, верхнюю, отжали, и повесили на кусты, и так вот, сели, друг к другу, плетями, и переношевали.